Но когда еще отмечать День защиты детей, как не 1 июня? Учебный год закончился, экзамены сданы, наступили каникулы. Впереди целых три месяца отдыха и безмятежности. Съездить куда-нибудь, наверное, в Белоруссию. Школьный лагерь, например. Ну, может быть. Я, наверное, на Волгу куда-нибудь туда. Или на море. Футбол, лагерь. Там поедем в Подмосковье. Юг. Юга. Еще чего. Все вроде. Тебе футбол мало интересует? Нет, наоборот. Тоже футбол. Вместе с ним в одной команде играем. Планов на лето у детей громадье. Везде надо успеть. И прежде всего на Скидске пруды, где в последний день весны развернулся большой детский праздник, посвященный Дню защиты детей. Устроенный силами молодежная организация «Желание есть» и городским детским домом культуры «Родник». Я считаю, что это либо самый большой, либо один из самых больших детских праздников, вообще, который проводится в Сергиевом Посаде. Вот сегодня у нас по коллективу, мы так считали, порядком 500 человек танцует. Вот. Ну, примечательно тем, что у нас очень... Вот развлечения, которые там все стоят, они все бесплатные. То есть дети играют там дартс, работает аквагрим, там уличный баскетбол, бесплатные батуты. И они еще мало того, что там участвуют, они за это еще получают сладкие призы. Вот. Это нам удалось реализовать благодаря поддержке премии губернатора Московской области, которую мы в этом году использовали. Ну, и примечательно то, что мы фактически в этом году из бюджета практически ничего не потратили. Кроме большой танцевальной программы и других выступлений, маленькие гости праздника ждали разнообразные спортивные игры, конкурсы, множество подарков, бесплатные батуты, дневной салют и даже бесплатное мороженое. Летние каникулы только начинаются. Без сомнений, это лучшее время года, по мнению детей. Веселье, яркость, эмоции. Круто, супер, офигенно. Лето, солнце, жара. Танцует утро. Ирина Самойлова, Евгений Половинкин. День города. День города.